Слава нашему великому народу! Народу-победителю! Победа стала общей заслугой всех граждан нашей многонациональной Родины. Вместе мы отстояли свою страну. Мы вошли в историю как народ, освободивший Европу от нацизма. Утро 9 мая для Копича началось на проспекте Победы возле мемориала Книга памяти под проливным дождем. Погода придала особую эмоциональную окраску мероприятию. Митинг-реквием Герои Народного фронта открыли руководители города. 9 мая для нас особенная дата. Это священная дата для Южного Урала, для всей России, для каждого из нас. Это пример безграничного мужества наших воинов и беззаветной любви к нашей Родине. И сейчас я хочу обратиться к молодому поколению. Вы поймите, что наши деды и прадеды должны видеть, что вы знаете, вы помните, вы гордитесь. И тогда все будет у нас просто замечательно. С днем Великой Победы! Дорогие наши ветераны, низкий поклон за все, что вы сделали для нас. Я глубоко убежден, пока в нашем сердце жива священная память о великом подвиге нашего народа, наша страна остается могучей и непобедимой. От всей души желаю вам благополучия, согласия, мирного неба над головой. С праздником! С днем Великой Победы! О подвиге наших предков в памяти поколений говорили и другие выступающие. Но самая трогательная часть митинга – возложение цветов. Люди несли к подножию монумента венки, гвоздики, гирлянду воинской славы. С днем Великой Победы! После митинга перед собравшимися торжественным маршем прошли воспитанники кадетских классов, юно-армейцы, сотрудники силовых структур. Также в параде приняли участие военная и спасательная техника, машины автошкол и спортсмены конного клуба. Продолжает торжественное прохождение техника профессионального образовательного учреждения Копейской технической школы Общероссийской общественно-государственной организации ДСАФ России. Руководитель ветеран боевых действий майор запаса Платонов Андрей Викторович. В колонии движется автомобиль «Урал КамАЗ». Мероприятия Дня Победы продолжились возложением цветов и венков на Вечном огне и городском кладбище. Днем работали площадки в Партке Победы. А вечером Копейчан пригласили на площадь Красных партизан, где в исполнении Духового оркестра Дома культуры Кирова прозвучала музыка великих городов. Потом начался патриотический концерт «Звезды Победы». Русский вальс нашу любовь благослови. Концерт состоял из патриотических номеров творческих коллективов города и области. Артисты от самых юных до уже опытных передавали друг другу эстафетную палочку поколений. Песни военных лет для Копейчан исполнил и специальный гость – оперный певец из Москвы Алексей Рейтер. Мне кажется порой, что солдаты С кровавых не пришедшие полей Не в землю наш полегли когда-то, А превратились в белых шуравлей Финальной точкой городских мероприятий 9 мая в этом году стал фейерверк под главный хит праздника – песню «День Победы». «Днем Победы! Ура! Всем праздникам!» Полные версии митинга «Реквиема» и концерта «Звезды Победы» смотрите в эфире НСИД ТВ с 14 мая. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!